Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Итак, даем отчет за прошедший день. Номер 49. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 29 января 2016 года. Говорят, что эту тему предложили даже не какие-то, не колесник, а это ваши враги, чтобы отвлечь вас. Вы все открыто делаете, и тогда на это будут нападать. Нужно, к слову, сказать, Господь, когда что-то делает, то противоречить уже никто не может. И эти враги, вот которые идут, им вот это наплывом так не было раньше, как сейчас на Рамзана Кадырова со всего света. Это кто-то трогает. Тронули это попы московской патриархии. Вот они сидят на какой-то телестудии на своей, там сидит Дудин, отец Сергий. И прямо видно его, это тут не подделка. Ну и им вторит тот, кто берет интервью, то он должен быть совершенно безразличным вопросом задевать. И это он уже против, намертво против. Там Самсонов Алексей, это на место Степаненко Максима Избрана. И за рубежа Скуратовский Виктор. И вот они вместе там. Это сатанинское учение, это сатанинская гордость, гордыня, гордыня, прелесть, гордыня, прелесть. Они стронулись в место. И вот как лавина идет, это вам за все отвечать, не мне. И вот эти теперь говорят мне, а там еще Петров какой-то, Дулевич там. То есть это Кодла, я называю это, шайка патриархийная. Это, как правило, те, которые часто причащаются. Вы мне не говорите, что это не так. Не так, значит, ну вы тронули. Вот мы приехали здесь, село Клочки, Ребрихинского района, Алтайского края. Приехали по домам, идем, раздаем Евангелие. Приехало нас 46 человек на 9 машинах. Тут из редакции журналисты, фотографы приехали. Узнали патриархийное, там Чернодаров или Чернодыров, так не знаю, отец Игорь. Теперь он Спиридон, вот который сестру нашу Нину Жолнирову не пускает в храм. Она на улице стоит, в жару, и вот ей морозы сибирские, в храм не запускает даже. А храм в это время, который не запускали, вот что-то там сделать, они сейчас отдельно собираются где-то. Это ненавистные, мстительные, бездарные, бесталанные. И вот как только мы там были, староста там один, как дуб такой здоровый вышел, вы тут приехали и матюгами кроет, матюгами, и все это записано. По-черному материться стоит. Нет, умер, бог спихнул с доски. Другая была, там Зина зашла, уходите, бабки, они его выпроводили. Кто ты такая? А сейчас она с этим Чернодаром что-то не заладила, и уже к ней не расположено. То есть все меняется в мире. И когда она забежала тогда, мы в это время, там наша сестра Познякова, Тамара Дмитриевна, а она, у ней муж, физрук, преподает в школе, да и он в спортзале открыл место и все. Ну, говорит, ему по шапке спортивной там попадет где-то. Ну, ничего, Нина забежала, как-то сказать, Зина забежала там выгонять старуху. Уходите отсюда из зала-то. Да уж расшумелось они на нее. А мы в это время читал, Виктор Андреевич, из газеты «Труд» выступление митрополита Кирилла, он был еще не патриархом. И она не смотрит даже, что читаем мы. Мы что, против что-то? Всем до одного человека говорим, идите в храм, который есть. У них не больше десяти человек, говорит, идет. На тысячу, на полторы, там на сколько населения. Вообще никого нету. И вот сейчас, когда мы там были, приехали сюда, полный, вот у меня телефон, всегда молчит, я никому не звоню. И вдруг телефонные звонки пошли, детские голоса. Ну как, ну поп сказал ему, они теперь название, ты название. Матерятся, это часто исповедуются, причащаются. Это как будто демоническое отродье какое-то. Вот сейчас, ни перед чем не останавливаются. Обличите Лапкина, интернет ставят. До вас, если обратиться, КГБ вас найдет, ФСБ в течение одного часа всех выставит. Был этот случай, там началось что-то там, взрывное устройство. Еще не вышел, уже тут же его арестовали. Они работать умеют, но мне это не надо. И что они, мне, значит, модераторы и администрация вчера говорят, они ни перед чем. Мне такую пакость про вас говорят. Ну говорят, да и говорят, Бог допустил. Семей сын Гера Златоуса, Давида Злословил-то. Так они что делают сейчас? Вашу голову отрезают и вашей жены. Ну вас-то понятно за что. А жену-то за что? И показано всем миром, как совокупляются там это все. Такую мерзость. Даже сказать нельзя, что делать. Я говорю, вымой руки, я пополучил рот святой водой, да и все. Господь допустил это. И вот, смотря на эту мерзость, может быть, Господь увидит мое смирение перед ними. Я их не трогаю и молюсь за них. Это попы. Это лавина ваша. Это сейчас в Одноклассниках открывают страницу непрерывно. Мне вчера говорят, ну что делать, вам скинуть. Я говорю, зачем мне эта мерзость-то нужна? Я их не видел. Один раз посмотрел, только, ну другое. Но они опускаются дальше и дальше. Всякие угрозы уже идут. Это попы сделали. Лютые волки. Нещадящие стадо. И говорящие превратно. Это вы струнули с места эту лавину. Это пуль потечет туалетно. Это ваш труд. Это ваше паства. Я что говорю? Это спасительно, да? Это нужно. Вы меня хотите другим сделать? Я гляжу, это такое отвратительное сборище. Такая кодла бешеных гиен, шакалов. И туда зовете к себе. А у них благодати нет. А я признаю благодать Московской патриархии. Вот самое необычное. И людей направляют только туда. Это вы. Вот она и кругом измена. Измена, как она со мной была. А теперь гоняется за роликами там, Годин. Трусость и обман. И обман. Сколько вы не обманываете, придет время. Это известная фраза последнего российского императора Николая II. Записанная им в своей дневнике 2 марта 1917 года. В день отречения престола. Это как печать проклятия поставленной на весь русский народ. Везде это есть, но особенно у русских. И особенно в патриархийной церкви. Московского патриархата. Почему? Сама не церковь, а организация. Она Сталином Берием сделана. Это структура церковная. 4 сентября 1943 года. Это их дух живет в них. Их кровь течет в них. Троих вызвал. Будущий патриарх Семанский до этого был. Старогородский. И Ярушевич Николай. И все. А дальше из Кремлевской столовой питаться там по льготам. Автомобиль дали. Открыли семинария. Семинария для одного нужны. Академия. Развозить заразу коммунизма по всему миру. У нас нет гонений. А отреклись от всех мучеников, кто в лагерях был. От всех исповедников. Такого не было за всю историю мировую. Ну дальше я буду говорить. А вы просто прочитайте здесь. Который задает вопрос. Переходите на наш форум. На наш форум. Сразу задавайте. А не с перекидкой. Я не бываю ни в контакте, ни в одноклассниках. Модераторы, администраторы. Они оттуда берут и переносят сюда. У нас хороший коллектив. Кто помогал основывать все это. Я так посчитал. Около 15 человек. Которые задействованы. На это большая работа идет. Средства какие нужны. Где, как. Я поговорю об этом. И кто говорит, ничего не может сделать. У мужчины. Вот не может. То денег нет, то еще что-то. Это подкаблучники. То есть жена командует там. Вы выйдете из этого рабства. Поставь жену на свое место. Не ходит она, говорит, под рукой твоей. Отсеки ее от плоти сиракой, говорит. Ну откройте, посмотрите. И вот смотрите. Теперь объявление даю, чтобы ролики наши смотрели. На какой минуте и что. Просмотрели. Вот обязательно указать, на какой минуте о чем. Вот. Помочь. Помощь нужна нам. Вот что вчера у нас было, читай. Вот это я сейчас возьму. Райхан Джайнакова. Это запомните это имя. Что она сделала для нас? Дальше о ней речь будет идти. Давай. Юрий Серебряков. Спасибо, Господь Игнатий Тихонович. Смотрю ваш канал и бываю на вашем сайте. Мир вам. Доброго времени, Игнатий Тихонович. Простите за беспокойство. До знакомства заочного с вами на многие. На многое в своей жизни, духовный, церковный и мирской, у меня был сложившийся взгляд и упрощенный. Во многом полагался на мнение священнослужителей, считая, что на них благодать Духа Святого, перешедший к ним через рукоположение, и что им можно в полной мере доверять. Вот первое. И что им можно доверять, это наоборот. Не доверять. Не доверять, а проверять. Проверять по Слову Божию. Первое. Согласно. Благодать. Но не думайте, вы положили руки священники на него. Теперь он. Все. Им надо нет. У них только надмение дальше. А кто ты такой? И чего? Руки зацелованные. Дальше. Помни о том, что Господь наш Иисус Христос сказал «На семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Матфея 16, 18. И верю, что РПЦМП такой является. Тем более, вы многим обращающимся к вам даете ответ, что она, РПЦМП, благодатная. В то же время вы подвергаете ее священноначалье критике за нарушение канона православной церкви за отход от истинного христианства. Вот и все. Судить ни вас, ни священнослужителей церкви не могу. Но, благодаря вашим словам, выхожу с Божьей помощью из-за закостенения веры. За что вас благодарю? За закостенение веры. Вот что необходимо? Заметить это и выйти из этого. Я не критикую. Такого слова нету. А обличаю и показываю по слову Божьей, что они делают. Куда завели народ. У меня к вам вопрос. Как православному христианину, как человеку, знающему и чтующему каноны православной церкви. Нет ли запретов на донорство крови в православии? Богоугодно ли это дело? Ну, есть такие так называемые свидетели Ивовы. У них прямо умри, но никогда этого не делай. Нет запрета и никто не знал переливания крови. Поэтому это новое явление. Тут надо резус, крови, группа крови, все такое. Но, когда мы поехали в поездку миссионерская, я составил завещание с моим телом, как перевели английский, немецкий, французский. Это дорого обошлось. Заверено нотариальные конторы было, печати стоят. Я сказал, крови мне нигде не приливать. Я против. Как в Элисте. Я не знаю сейчас сколько. 470 детей заразились ПИДом. Брали, не было ничего. Проходит 3 месяца, обнаруживается там вирус СПИДа. Поэтому я против переливания. Без нужды. Вот потеря крови, попал в аварию, тут уже выбора-то нету никакого. Тогда перелить. А так просто там ощущение крови там разное делать. Я против. Но запрета никакого нет. Богу угодно или дело, сами смотрите. Юрий Соболев. Мир вам Игнатий Тихонович и братьям Владимиру и Никите. Смотря ролики и отчеты, неоднократно встречается сетование на вашу регулярную критику современного состояния церкви. Иначе деятельности МП. Ну как, если каждый день нападают и по-новому. Не должен я сказать, какую мерзость делают они сейчас. Выставляют. Фотографии мои там подписывают. То есть, а вывод какой? Ничего во мне нету. Они не находят. И поэтому, ну понятно, вас говорят. Ну жену-то за что они так? А им какая разница? Это шакала, а не волчатник растет. Это один и тот же дух сатаны, который там тут и действует. В их руководителях. Это их плоды растут. Я даже не смотрел, кому надо там находить и смотреть, что они сейчас делают. И нужно ли останавливать? Не знаю. Я молюсь. Бог силен. Изменить обстановку. Причем не от недругов, а из уст расположенных к вам людей. Вы неоднократно поясняли, что, во-первых, каждый день в сегодняшней церкви свидетельствуют о таком ее состоянии. А с другой, ваша повторяемость обусловлена тем, что каждый день приходит на канал много новых людей. И они сразу должны понять, где очутились. И получили краткое указание на сайт, форум и прочее. Да. Но я еще подумал, что, помимо прочего, ваша регулярная критика в каждом ролике, в каждой проповеди и в каждой книге, это своего рода антиканонизация, антиканонизационная вакцина. Водяной знак. Дабы последующим поколениям церковных номенклатурщиков было невозможно превратить труды и личность Лапкина в каноническую икону. Ибо вымороть придется очень много. Поэтому тут два варианта. Или принять все как есть целиком, или заглушить и уничтожить полностью. Но последнее невозможно. Слово Божие все равно будет звучать, так как ваши книги имеются во многих городах, в библиотеках мира. День святой жизни. Или ответ на вопрос, как мне... Так, подожди. Это вот он закончил. Теперь. В одном ролике там спрашивает меня Юлия. Ну вот, как жить правильно сказали, что Господь благослови, благослови. Нет, не благослови только, а именно, что ты видишь, то и говори. И сказал, что это есть книга такая. Считай. День святой жизни. Или ответ на вопрос, как мне жить свято. Митрополит Григорий Постников. Вот, оказывается, модератор, администрация, мне сразу прислали. Вот она, оказывается, запись, насчитанная мы. Считай. Аудиозапись, насчитанная Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Вот, вот как она выглядит. Я пока на нашем сайте. Очень хорошим, прям по часам, по минутам разбить день. Это дореволюционная была. Стюра Пирогова. А нам ничто не мешает слушать и смотреть ваши бесценные ролики. Любим вас всех и молимся за вас. Видите, как. Ну, мешает, там, неправильно, это дальше. Владимир Харин. Мир вам. Писал вам за тухлую воду, какой попы людей хотели отравить. Это после крещения. Суть упустил. Вдруг мы до сих пор в шоке от того, что даже не извинились. Что такую тухлую воду дали. Он поднимал в епархию. Чего дали гнилье? Не пить ничего нельзя. Это освещенная вода. Она показывает, не просто вода плохая. Это что-то значит. От кого она идет-то? Епархии сказали, что много желались на воду. И там тоже не извинились. Вы во всем правы, Игнатий. Помогаю вам, Христос. С уважением к вам, Владимир Харин, Петрозаводск. Так. И вот смотрите, я покажу потом, как пришел. Вчера один человек. Вот он как выглядит. Владимир Словак. Словак. Здравствуй, Игнатий Тихонович. Я от народа слышал, что рассказываешь ты меня. Рассказываешь. Разыскиваешь. Ну, что ты так считаешь неправильно. То есть, я говорю, мне нужно найти человека. Он был начальником в туберкулезном диспансере. Или как там назвать. В лагере там еще лагерь. И искал нигде. И вот эта, которая сейчас я называю, сестра верующая. Вот она. Считаю ее по миле еще раз. Райхан Джайнакова. Я сказал, ты находишься там в Казахстане. Найди. Жанатас. Один говорит, вы наоборот читайте Жанатас. Это Сатана написано. Сатана. Там одну букву только впереди. Я даже не знал. Мне передали не откуда-то, а с Исландии. Исландия. Север. Откуда. И вот она его нашла. Вот он. Конечно, он не такой. И что дальше? Разыскаешь? Вот он я. Я живу в Таразе. Бывший Джамбу. На пенсии. Не работаю. Так же грешен. Так же грешен. Что он хотел сказать? Так же грешен. Видимо, курит. Он курил. Как-то мы, помню, стояли. Он курит. А заключенный на него так с вожделением смотрит. Он достал папиросу. Да нет, я не хочу. Он грешен. За подло считаешь. Очень хороший начальник был. Хороший. Он меня буквально от смерти вырвал. Я решил найти его отблагодарить. Здесь я в городе нашел всех. Проехал везде. В Казахстан я не поехал. Я отвечаю. На фото я не могу вас признать за того сухощавого и высокого роста Владимира Васильевича, который был начальником в туберкулезной зоне в 1987 году. Вы ли это? Тогда напомните мне хотя бы один из эпизодов, какой был со мной и в связи с вами. И кто был начальник лагеря в Женатасе тогда? И кто? Режим на перхи на работник. Кто начальник полито дела? Кто врач был? Татьяна Прокопьевна. Назовите ее фамилию и где она теперь. Вы мне очень нужны. Я живу в Барнауле. Проповедник миссионер. У меня вышло из печати 38 книг томов. И я хотел бы подарить вам и Татьяне Прокопьевне за вашу доброту ко мне хотя бы по 5 книг, где описывается и мое пребывание в Женатасе. Если ответите на мои вопросы, я и вас признаю за того самого добродетельного моего заступника. То мне нужен будет ваш точный адрес с индексом и телефоном, как я Татьяна Прокопьевна. Дальше я говорю, мой телефон, стационарный, как позвонить, мобильный. Теперь показываю, заходите на наш сайт. Я просто не засчитываю, так остановиться, чтобы видно было. Вот, что я ему поставил. Дальше. Все наши данные. Вот где. Вот она где. Ну, дальше. Александр Лифанов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за очередное глубокомысленное стихотворение. Это стихотворение Алексея Толстого. Дальше. Недавно у нас в Республике Беларусь проводился соцопрос о вере в Бога. Вот такие результаты. 26 января. Минск. Корбелта. Большинство жителей Беларуси верят в Бога. Об этом свидетельствуют данные национального социологического опроса взрослого населения Республики. Проведенного информационно-аналитическим центром, сообщает Белта. В ходе социологического исследования отметили, что верят в Бога. 63,5 опрошенных жителей Республики и еще 5% сверхъестественной силы не смогли однозначно определить свое отношение к вере 22% опрошенных. А 8,5% указали, что не являются верующими. Вот так. Вместе с тем, абсолютное большинство населения Республики относит себя к двум конфессиям. Православной – 83% и католической – 9,5%. К другим религиозным направлениям отнесли себя 2% респондентов. Не считают себя приверженцами конфессий 5% граждан. Согласно ответам участников вопроса, отнесших себя к какой-либо религиозной конфессии, наиболее важными для верующего человека является следование религиозным заповедям 87% и молитва 82%. Слово «конфессия» и «деноминация» исключить. Нет таких слов. Это ересь. Вместо этих слов слово «ересь» надо вставлять. Еретики – ересь. Другого не должно быть. Дальше. Исповедоваться, посещать службы в храме и причащаться считают необходимым в среднем 73% опрошенных. Соблюдать установленные посты и читать священные книги – по 65%. Большинство респондентов, читающих себя приверженцами какой-либо религии – 63%. Следует общепринятой традицией отмечать отдельные религиозные праздники. Активно ведут себя в религиозном плане только 9% респондентов, отнесших себя к какой-либо религии. Постоянно принимают участие в богослужении – 6%. Отправление всех обрядов и танц – 3%. 3%. Здесь среди студентов 5 лет проводила Цепенникова. 21 тысяча студентов, у нее 100 групп было. 5 лет. И нашла только 0,3%. Значит, в Белоруссии в 10 раз больше верят. 0,3% которые что-то знают. А сами, если это среди крещеных. Ну, ссылка на статью, вот она где. Вот такая. Печальная статистика. Спаси Христос. Отошел. Это понравилась ваша фраза. Да. Юрисон. А я тут, правда, все в лагере, в тюрьме научился. Там коротко. Говори. Отошел. Все. Не одного лишнего слова. И сейчас тоже многие говорят – говори по телефону. Не надо. Алло, слушай. Не надо. Говори. Это означает, я уже слышал, иначе бы не сказал. Выверены до единой буквы. Простая, ясная мысль возникла. Никакое человеческое образование, никакая человеческая организация не в состоянии не передать человека. Подожди-ка. Слышишь как? Это голубь. У него, видимо, она несет яйцо. Еще тех не вырастет. И какие песни поет он ей. Не просто дует. Давай. Так или иначе, в прямом или косвенном значении, но доверие не может быть ни к одной. Церковь – создание Христова. Патриархия – создание человеческое. Ох, как рассуждает человек. Напоминаю, Юрий Соболев, он преподаватель государственной академии, государственном университете. И ведет занятия в епархии, катехизации. Очень близок к отцу Геннадию Пасту, город Красноярск. Они сразу на него, который за мной, это шакалья стая, как я говорю, кодло-патриархийная, они кого узнают, кого я имена называю, сразу на них и начинают на меня клепать, и чтобы вырвать, спасти, то есть слуги дьявола. Спасти, то есть погубить гиене, окоять море и сушу. Дальше. Сейчас подожди, тебе говорить буду. Дальше, говори. И эту грань нужно провести и помнить весьма четко. Напрашивается аллюзия. Как Христос в первом веке добровольно предал себя в руки грешников и врагов, чтобы их спасти, не то же мы видим и сейчас, в 21 веке, но в ином виде, когда создание Христова предается созданию человеческим. Давайте и как. То есть превышение человечества, абсолютно точно. Роман Слабченко. Игнатий Тихоныч, скажите, пожалуйста, можно ли после семейного чтения Евангелие пояснять детям и жене, прочитанное своими словами? Да, нужно. Так как я когда-то слышал на проповеди или читал толкование святых отцов. Или лучше читать по толкованию, изданным под вашей редакцией, скачал на вашем сайте. Ну, говорите, прочитали, а потом сами, как понимаете, говорите приближенно, но не выходя из этого толкования. Владимир Галиндухин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хорошее занятие у нас сегодня было с моими учениками. Темой беседы была о времени и вечности, как с точки зрения научной, так и духовной. И получились хорошее благовестие и проповедь. Учусь, используя ваш уникальный опыт. То есть это все в московской патриархии люди находят, там трудятся. Там надо трудиться. Зачем посылаете туда? Нам нельзя там быть. Полностью подчиняться. Они нас убьют. А вам можно, потому что вы только начинаете там. Будете и терпеть гонения. Примного благодарен Богу за знакомство и встречу с вами. Он приезжал, принял крещение. Евгений Чекунков. А на каком языке проходили Вселенские соборы? Явно не на русском. Тогда откуда слово православие? Я сейчас не показываю просто. Слово православие, дескать, не существует. Я могу не забыть, потом я покажу это в отдельной теме. Он говорит, откуда оно появилось в 11 веке? Уже в апостольских правилах. На Первом Вселенском соборе, на Втором Слово православие уже фигурирует. Ну просто не знаю, на греческом, на каком языке было. Где собор был, там и дальше. Игнатий, скажи, пожалуйста, ад существует, да или нет? Да или нет. Я отвечаю, да. Считать много. Посмотрите, сколько мест я буду проводить. Вот здесь вот. Закрепиться, вы просчитаете. А то нет, а не это я не делал-то. А то другое совсем. Ну давай, ладно тогда. Вот оно где. О, это другое совсем. Не потому. Вот оно, смотрите. Про ад. Зафиксируйте, дальше пошли. Это ад, есть или нет ад. Что говорит Святая Библия? Вот считайте, сколько мест. Да, затормозите и потом откроете и просчитаете. Вот смотрите, сколько мест Библии, которые говорят. Это я все выписал, увеличил, сделал жирным, красным. Ну тебе какая работа идет. Это все, где говорится об аде, об аде. Дальше. Ничего по-другому никак. Это с неканоническими книгами. Вот. Вот чтобы один ответ дать, посмотрите, сколько там надо времени было, чтобы все это сделать. И тогда вопрос, он задал вопрос не мне, а к Богу обращается человек. Научитесь так отвечать. Кого я вижу по интернету, тут отвечают, там они отвечают сами от себя. Они никогда вот так отвечать не будут. Вот почему. Не было духовного рождения свыше, и они не любят Библию. Дальше. Теперь что слова ад. Что слова ад толкуются, как могила. Все, просчитает. А вечный? Не есть вечный. Субботники не верят адвентисты, седьмого, на свидетели Иегова. Просчитайте потом. Опять кое-где повторяет немножко. Ничего. Вот так. Теперь мы перейдем, какие у нас были. Вот откуда я это снял. Вот он словак. Какой. Ну я ему отправил. Дальше кто-то пишет. Валерий Соломатин. Уважаемый Игнатий Тихонович, большая просьба прокомментировать скандальный инцидент с Андреем Кураевым в Кишиневской теологической академии во время выступления. На чьей стороне? Спаси Христос. Вот ссылка на видео. На чьей стороне есть такой фильм 50 серий. Зона. А ты за кого? За истину. Так и здесь. Это пять лет назад было. Там говорить уже нечем. Считайте там внизу, что написано. Из этого уже выберите. Время тратить даже. Пять лет назад было. Евгений Миронов, Москва. Добрый день, Игнатий Тихонович. Как вы относитесь к произведению Гарри Поттера? В печку, Зина, в печку. И весь сказ. Больше нечем. Выдумка. Ну а теперь, и тут я уже отвечал то, что этому. И вот Словак уже вчера ответил за один день. Вот он какой был. Какой был и какой теперь по-другому. Он пишет, что? Время идет, мы меняемся. Это я на самом деле. Начальник лагеря был Вахай Вахан Вахаевич. Эземпо Рор. А да, за кто? Дул Дулатбаев. Затыпек. Замполит Бежинаров. Татьяна Прокофтьевна была врач, рентгенолог. Фамилию я ее уже не помню, потому что в 1988 году лагерь закрыли. И с ней я больше не встречался. То есть я вышел тогда оттуда. Я говорю, проведите меня. Меня офицеры дали сопровождать меня. От как меня освобождали. Я работаю там где-то в промзоне, промышленная зона. Там фуфайки шьют, матрасы делают. В это время прибегают в посыль, меня за руку хватает. А у меня в руках там инструмент, палка. Бросай, все, беги за мной. Куда? Не разговаривай, беги некогда. Что Москва дала указание. А Москва дала указание, это значит надо слушаться. Это постановление Верховного Президиума СССР. Освободить всех политзаключенных. Их было 210. И освободить нужно в 3 часам дня. А он прибежал, а уже второй час идет. У меня нужно полностью все получить. За территорией зоны было. Вот какое подчинение в советское время. Мы прибежали, он дорогой говорит. Беги собирай вещи скорее. Я пришел там, у меня где Библия, где просворы спрятаны. Скорее давай верующим. Это не всем раздавать. Кто там был? Не верующий, всем. Ручки там, бумагу. Все раздал, что? Беги за мной, скорее на вахту. Что, в чем дело? Вы освобождены. Вот вам документы зайдите, получите. Я говорю, я так не уйду. Я должен начальника лагеря увидеть. Это Бахаева-то. Ему сказал, я сейчас же пишу в Центральный комитет партии, в Генеральную прокуратуру СССР, о всем, что у вас здесь творится. Лагерь смерти. Он говорит, хорошо, это ваше право. И мне дали офицера, чтобы сопровождали меня, доставили до дому. Но я уговорил его не ездить. И зачем я доеду, чтобы покушения на вас не было. Отсчет перед Москвою. Вот как было дело-то. А вот он меня спас. Считай дальше. В отряд я вас перевел прямо с работы. Вас вывели во вторую смену с Рождественской Сочельник. О, понятно как. В это время я работаю, начинаю смену. И он такой, представьте, по два метра. Он какой высокий так. Сухощавый такой он и был. Прибегает туда. Прямо быстро проходит мимо. Схватил меня за руку. Не отставай, не оглядывайся. А бригадир увидел. Куда вы его? У него тут норма. Так, не разговаривай, не оглядывайся. И быстро ушкоряет шаг. А он в офицерской форме там. И быстрее, быстрее, быстрее. Прямо зоны к себе. А и зона туберкулезная. Это отдельно. Железный забор такой. И там запирается. Оттуда тебя не возьмут. Так. Она посмотрела. Татьяна Прокопина. Рентгенолог. Она заметила. У вас потемнение. Туберкулеза нет. Но бронхи у вас никуда же. Меня 13 дней в тюрьме держали в холодилке. Так. Завтрашнего дня у вас можно молоко есть? Я говорю. Да, все можно. Завтрашнего дня вам двойная порция будет. На глаза не попадайтесь. Кто начальству приходит, вы куда-то уходите. Чтобы вас не выкинули отсюда. И он меня прятал. Все просторы, все забрал к себе. В сейф мне давал. Библия у него хранится. Обыск. А у меня нигде ничего не могут найти. А он у себя в сейфе хранил. Он еще не рассказал о том, как я видел, как он наказывает. Вот, допустим, кто-то, ну, между собой подрались заключенные. Ему пометку. Теперь раньше он не выйдет на УДО условно-досрочное освобождение. И он приходит, Владимир Васильевич, вы сами мне накажите, только не пишите мне. Ну, давай, раздевайся. Они раздеваются. У него шланг, я не знаю от чего. То ли это сливной шланг был от стиральной машинки или чего-то. И тот держится вот так вот, возьмется. Закрещенный стоит, разденется, все. А вот представь, такой у него какой размах. Он вот так вот бьет. Ой-ой-ой. Когда последнего наказал. А они пишут, его закрещенные любили. Просто любили. И они выходят, ну, бывает, сорвался какой-то, подрался. Ну, у него дело чистое. Он ушел, когда я говорю, вот я лежу в наручниках, мне так и не пришлось. Вы наденьте на меня наручники-то, продержите меня, чтобы я мог. Прикуйте, как вот там за батарею их делают. Да нельзя. Вы не наказаны. Это мне попадет за это. Я говорю, ну, вот сейчас-то мы двое в кабинете. Ну, накажите меня этим шлангом-то, чтобы я писать буду, знать, как он. Ой, это очень больно. Ну, сделайте он. Да ну, да за что же. Вот тогда, ладно, разделся. Берет этот шланг. Раздевайся. Я разделся, взялся. И он как меня вжарил раз за другой. Я скажу сильно. Значит, дурь всякая выходит. Но он не стал бить больше. Я не знаю, сколько, но вроде бы больше 10-12 никто не выдерживал. С такой силой бьет. Он меня раз за три как прожег. Это я ему благодарен. Но наручники не надел. И он меня все время берег. Двойную порцию. Двойную порцию сливочного масла, молока выздоровел. Совершенно незнакомый человек был. Дальше. Вы мне переводили из иностранных языков книгу по Золотому кольцу называется. Так вы мне доказывали знания иностранных языков. И у меня в кабинете висела картина какого-то монастыря без крестов на куполах. И вы просили дорисовать кресты. На свидание приезжала ваша супруга, останавливалась у меня. И в подарок от вас у меня есть Библия. Еще факты нужно спрашивать. Вот что получил я. Это он. Словак. Владимир Васильевич. Ну теперь что? Ну теперь я ему отвечаю. Вот оно. Тут что подробная информация о чем-то. Про ангелов. Ага. Ну дальше. Ваш точный адрес. Ваш точный адрес и телефон пришлите сразу. Пришли подарок, изданный мной книги. Выходите на меня напрямую. Скайп вставляете, Игнатий, 10. Время с 3.00 до 17.00 по Москве. Вот понимаете, речь идет, когда люди говорят, что хотел бы делать, а денег нет. Это очень дорогое удовольствие. Представьте, я издаю 38 книг в бумажном варианте. Это речь идет о миллионах. А у меня пенсия тогда была на 4.000 всего только. Сейчас уже 6.275,3 копейки. Как издать? Я пошел, у меня стихи. Написано 3.467 стихотворений, 9 куплеточных. Ну 36 строчек с эпиграфом. Это 4 тома по 800 страниц. По 1000 экземпляров. Я пошел 2,5 миллиона. То есть цены абсолютно неподъемные. Но Бог дает. У меня ничего нет, и по молитве Бог дает деньги. Я издал это все. Ну и дальше показать надо. Сейчас я покажу, что у меня. Вот это вот мой листик. Страница в моем мире. Посмотрите. Заходите в мой мир. Попросите, друзья. Вот видите, я в шапке, не без голубя. Там другие странички есть. Вот. Ну и что еще тут? Это мне надо убрать. Вот. Которые есть. Показать наш во свете Библии. Это сайт. И вот на этом сайте здесь аудио, двух виде аудио. Здесь все книги находятся. Здесь как перейти на форум. Видеоканал. Ну то есть вот вопросы и ответы вот где они есть. Ну и все это здесь найдете. Заходите и найдете. Ну а дальше еще. Вот это нужно будет. Дальше продолжаем. Более ранее. Анатолий Антонов, Москва. Игнатий Тихонович. Первое видео. Ваш разбор задорного о вере и религии. Спор о терминах. Не суть важна. Нравится называться рабами. На здоровье. Никто не против. Второе видео. Номер 21. Александр Невзоров. Уроки атеизма. Исключительно злость и неприязнь к Александру Невзорову. Я же видео Александра Трехлебова... Трехлебова отправил. Что по нему можете сказать? Вот он. Ну Трехлебова тут понятно. О чем язычник. А вот исключительная злость и неприязнь. Моя к Невзорову. Не так. Я говорю, какую он пользу мог бы оказать. Но я разбираю, где он богохульствует. Он как демон какой. Моя злость и все. Но я все говорю. Вы выбирайте. Ничего не выбираю. Как было. Я ни одного письма не выбрасываю. Ну, матерками, которые есть, приходится по неволе. Пожалуйста. Я пишу. Так, что за... Так, что за... Кто из отцов это трактует? Ага. Вот я отвечаю. Вот она где. Смотрите где. Притча 44. Не проще. Дальше. Это насчет Невзорова и Трехлебова вопрос. Да, я отвечаю. Вам ответ нужен? Но пришли к человеку, которого не воспринимаете. И ответы от него вам под ноги. Язычников и их бредня не разбирают. Они уже осуждены Богом навеки. Как проклятые служители сатаны. Вот дальше ответы. Мои ответы. Наталья скромная. Петербург. Как молиться? Просит помолиться. Я просто проведу сейчас. Вы посмотрите как. Как мы молимся. Посмотрите. Дальше открываю. Видите, сколько ответов. Из Священного Писания, из Библии. На один вопрос сколько ответов. Дальше. Три святые... Потом все, все прочитает потом. Ладно. Тут же некогда считать. Вот ответ. И дальше. Константин Николаев. Добрый день, Игнат Тихонович. Ваше мнение о значении символизма в православии. Не нужно закрыть лавочку. Выходит. Евангелие выносит. Перед ним священник. Люди не знают. Это что? Священник означает Иоанна Крестителя. Зачем зашифровывать? Когда наоборот нужно все расшифровать, что в Ветхом Завете было. Обо мне не раз писали. Говорят. Суть Лапкина именно в том, что он самый непонятный простым языком до людей доводит. Символизма. Где эти слова нашли? А вот эта звезда что означает? Ну все абсолютно. Движение. Священник выходит. Все какие-то зашифрованное это дело. Кому это надо? Богу или кому-то другому? Анатолий Антонов. Москва. Второзаконие 327. Вот это бесом приносили жертвы. Я покажу. Вот смотрите. Прочитайте. Потому что у меня времени нет на это. Надо быстрее пройти. Дальше. Слечу символизма. Вот. Что отвечает? Терпимо, но не смертельно. Только на первый взгляд. Это все дань смертной тени. Нужно проповедовать открыто, понятно, без всякой туманной накрутки. И вот два местописания, которые прочитаете, которые отвечают. Дальше. Арнольд Манасян. Посмотрите и скажите, как церковь на все это смотрит. Меня интересует, как церковь относится к Торе, где написано убивать Гоев. И что мы для них скот. Я посмотрю ваше видео. Спасибо за видео. Меня удивляет, что все молчат. Ведь их пропаганда известна. И она налицо. Но все молчат. Посмотрите видео, что я вам дал. А потом скажите ваше мнение. Я уже не могу говорить. Я на это потратил 14 лет. Меня за это арестовали. М1-М5 материал назывался. Мне это очень хорошо известно. Никак, вы услышали, прошли мимо. Павел Бучин. С нами Бог. Отец, помолитесь за Андрея, одержим. И его мать Елену. Зная в вашем правиле, молиться вместе с вами готов. Вот так. Это вот он написал. И хорошо, что написал. Теперь дальше. Алина Лебедева, больная ДЦП. Игнатий Тихонович, когда Господь на страшном саде будет судить, Он помилует меня? Ну, это Богу вопрос задавайте. Если ты отдалась Господу, верующий в Сына Божий не судится, а неверующий уже рассужден. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3, 6 стих. Верьте во Христа, что Он умер за вас, пролил причистую кровь на Голгофе. Верьте и будьте в церкви. Ну, я, конечно, отсылаю в православную московскую патриархату. Где там есть священнику, сходите на исповедь. Ну, и все остальное. Максим Гурбанов. Уважаемый отец Игнатий, хочу спросить вас о одном случае из личной жизни. Вот, крещение означает погружение. Крещение водой – это погружение в воду. Вопрос мой о крещении Святым Духом. Рассужу по-детски. Вот, когда я скушал... Скушал. Когда я скушал бутерброд, я почувствовал, как он прошел в желудок. Это было реально для меня, и я понимал это. Неужели крещение Духом Святым произошло, и я не почувствовал это? Может, я проспал? Неужели момент, когда... Посмотрите, что он говорит, но я просто показываю, как много. И читать не надо, сами прочитаете. Если будет ответ, значит, будет. Дальше. Елена Ростопчина, Санкт-Петербург. Дальше. Игнатий Тихонович, я познакомилась с вами, просматривая видеоматериал про вас. Но я прихожанка РПЦ. Мои предки, самая из рода графа Ростопчина, по маме, из рода промышленника, мецената Алексея Королева по папе. Я воспитана с пеленок православной веры, и меня переубедить нельзя. Хотя мне очень близки к сердцу некоторые ваши рассуждения и поучения. Мы все православные, но меня только смущает то, что у вас не принимается крещение в РПЦ. Принимается? Почему не принимается? Принимается, но если его не было, как я могу принимать, если ничего нет? Ладошка мокрая. Какое же крещение? Меня крестили в младенческом возрасте. И для меня единое крещение в оставлении грехов, в кавычках. Может, я что-то просто не поняла? Видео посмотрю обязательно. Мне очень интересно, и для меня, это мое мнение искреннее, есть в ваших видео получительные моменты. Какое погружение в большую чашу в храме младенца? Уберите чашу, выкиньте ее, и все. Постройте купель. Чаша-то зачем нам нужна? Зимой в речку, умирающего малыша не окунешься. Не надо. Зимой обязательно не покрестить в этот же день, кто пришел, машины задавит. Мы слышали это все. У нас крестят 7 июля, или вот готовятся люди. Готовить надо от 3 до 5 лет. Вот обязательно в один день надо. Ну ничего не знаем, попы безбожники. Слава Иисусу Христу! Дальше. Ну и не задумывалось никогда, и проще, понятно. Так. Что там такое? А ролики? Ролики пришел посмотреть. Ну да, отвечаю. Все в этих роликах верно, кроме Жириновского и с небеседующих. Израиль будет там, где есть, и там воцарится Антихрист. В их храме Соломоновом сядет, а мечеть могут столкнуть. Вот теперь отвечает, куда известно. Вот какие места. Теперь, но выводы делают совершенно неверные. Дальше. В этом более всех погрешают патриоты своих стран и народов. Евреи это богоизбранный правнук Авраама. Если хочешь быть благословен, благословляй его, чтобы он обратился и стал христианином. Это самый подробным образом сказано и показано на этом самом нашем форуме вот здесь. Смотрите, вот сколько мест Писания дальше делают красным, жирным, чтобы понятно. Пусть отвечает так попы. Дальше. Валерочка Неофицкая. Игнатий, доброго времени суток. Как вы? Снег выпал уже? У нас в Крыму еще терпимо. Теплейка даже. Хочу спросить ваше мнение по поводу пророчеств, откровений, введений через Духа Святого у Пятидесятников. Действительно ли это Дух Святой и пророчествует? Дальше прочитайте, что она говорит. Потом отвечаю я ей. Прочитайте вас. Возьмите. Дальше. Галина Славягина-Носкова. Игнатий Иханович, мир вам и любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Я только что посмотрела документальный фильм «Златоуст из Потеряевки». Фильм этот мне по душе, и я перекинул его к себе на страницу, чтобы и мои друзья его посмотрели. Игнатий Иханович, но меня тревожит ваше отношение к западным сектантам. Хотя в данном вами примере я согласен. Сектанство налицо. И все же Господь Иисус, Он Спаситель мира. В других странах сектантами называют православных. Да и вообще, я верю, что Бог не разделяет нас по конфессиям. У меня есть замечательное стихотворение по этому поводу. Вопрос к христиане. Ученики антиохии перерастали называть христианами. Я покажу здесь, потом прочитаете, посмотрите. Это же длинное стихотворение. Вот запиксируете и потом прочитаете. Я оставляю его дальше. Конфессия это ересь. Не надо другими словами говорить. Ну вот проповедники тут какие есть. Это его западные проповедники. Вот она показывает. И дальше. Я о 50-х отвечаю. Нигде нет столько обольщения беснований, как у пятидесятников и тем более харизматов падающих. Не ходите туда и не вскубите себя. И не слушайте их лживых бесовских, кавычках, пророчеств. Они очень блудливы и у них грех блуда присверепствует. Я их знаю не понаслышке. Я там проповедовал и там получил Библию. Покаялся. 27 сентября 1962 года. На дому было, а не в собрании там каялся. Получил и первый раз помолился. Вент вилсе Латвия. Но ни дня с ними не было и ничего кроме Святой Библии не получал. Никаких языков я не знаю. Ничего этого не было. Истина православия и никуда от храма. Там и спасайся. Ходи с советом к батюшкам, знающим Писание и живущим чисто. Масковского патриархата отправляю. А тут о чем речь шла? Это женщина, которая... Ну да, дальше что-то еще. Вот она, священники и так делают. Я отвечаю. Что за все ответил священник, а мне где все равно. Как меня окунали или мокрые поповские ладошки, волосы чуть-чуть смочили. Обман самого себя. Матфей 15-4. Написано. Оба упадут в яму. Оба упадут в яму. Оба, а не поп-1. Мы православные. Из чего тут вдруг решили покрасоваться, как бы православные? А сами даже не знаете, как крещены. Вам бы на наш форум прийти и в тему крещения войти. Ну и дальше я поясняю, откуда, вот какие дальше о чем. Какие проповедники, хорошие. Шевченко Александр. Я о нем отвечаю. Я знаю этого человека. Это Шевченко Александр. Хорошие проповеди. Но ни интонация, ни телодвижения, такие как у православных, не приняты. Он хороший, но блитый в галстуке. Это для нас неприемлемо. Но суть даже и не в этом. Это просто для сведения. Не русские и все. От мира сего и от масонов. Но где нет епископата истинного, и нет там Духа Святого и в полноте, и нет церкви. Вот об этом Деяние 8 глава апостола. Обратились люди, а Духа Святого не имеют, пока не пришли к истинным служителям. Все остальное секта. Нет названий и конфессий. А есть церковь и Христово. А она только там, где по хиротонии непрерывное рукоположение до наших дней. Вот теперь смотрите, я дальше показываю, где. Просчитайте это, потому что много ответа. Ответ такой. Видите, ответ какие, какие ответы даю большие. Вот она. Вот отвергли. И далее. Вы все стихотворения Алексея Толстого-то считали, нет? Нет. Не считали? А как же тогда так? Даже непонятно. Как могли мы не прочитать его? Сейчас я посмотрю. Ага, вот оно где. Во, во, во. Ну вот это эпиграфы, которые взяты к этому стихотворению. Вон оно откуда. К чему тогда сунулись-то. А вот стихотворение. Считай с выражением. Други, вы слышите ли крик оглушительный? Сдайтесь, певцы и художники. Кстати ли, вымыслы ваши в наш век положительные? Много ли вас остается, мечтатели? Сдайтесь. Все натиску нового времени. Мир отрезвился, прошли увлечения. Где же устоять вам от жившего племени? Против учения. То есть против чего? Течения. Течения, которое идет против создать. Патриархия не так. Создать встречное движение евангельское. Исправить. Вот что близко это стихотворение мне. Други, не верьте, все та же единая сила нас смолит к себе неизвестная. Та же пленяет нас песнь соловьиная. Те же нас радуют звезды небесные. Правда все та же. Средь мрака ненастного верьте чудесной звезде вдохновения. Дружно гребите во имя прекрасного. Против течения. Вспомните, в дни Византии расслаблены. В приступах ярых на Божьи обители. Дерзко ругаясь, святы не награблены. Так же кричали иконы-истребители. Кто воспротивится нашему множеству? Мир обновили мы силой мышления. Где ж побежденному спорить художеству против течения? Вон и ж дни после казни спасителя. В дни как апостолы шли вдохновенные. Шли проповедовать слово учителя. Книжники так говорили надменные. Распит мятежник. Нет пророку восьмейном. Всем ненавистном безумном учении. Им ли убогим идти? Галилея нам против течения. Против течения. Други гребите. Напрасно хулите ли? Менят оскорбить нас своей гордыней. На берег вскоре мы вон победители. Выйдем торжественно с нашей святыней. Вверх над конечным возьмет бесконечное. Верую ваше святое значение. Мы же возбудим течение встречное против течения. Толстой Алексей. Алексей. В 1867 году. Мне один пишет еще. Сорокин Дмитрий. Миром Игнатий Тихонович. Долго вас не слышал. Уже сильно заскучился. Скоро выйду на скайп с вопросами. Смотрел сегодня статью и остался в недоумении. Как ее допустили написать. Цитирую. Кавычки. Я сказал ему, что крестился взрослым. И он озабоченно спросил, крестили ли меня полным погружением. Видно было, что он считает это важно. Ну тогда, о чем тут, какое место, просчитать нужно. Видите, что мы нашли? Вернулись назад. И дальше. Альбина Игнатий Тихонович. Мне всегда было интересно узнать, как церковь смотрит на добрачные связи. Сама в браке уже 7 лет. Но стала ее чаще замечать, что девушки достаются мужьям не девственницами. Вот говорит даже не о чем. Такая она и будет. Между нами девочки говорит об этом плед Людмила. Вот почитайте. Очень сильно. У нас плед зарядите просто на форуме. Максим Гурбанов. Отец Игнатий, простите, пожалуйста, меня за то, что забираю ваше внимание и отвлекаю дел. Меня волнует вопрос о крещении Духом Святым. Знаю, что в православии говорят, что и у инославных нет благодати Святого Духа. Однако я не поменял Христа или Бога Отца. Я поменял Церковь и теперь православный. Мнение православия о том, что Святой Дух не присутствует среди инославных, предрассудки? Своё скромное мнение осмелюсь написать вам. В любой конфессии христиан есть люди, стоящие во внешнем дворе храма. Люди, которые не стремятся к богопознанию. Они смотрят на внешние атрибуты христианства. И внешний двор прекрасен, если вы никогда там не были. Есть люди, которые входят во святилище и от всего сердца своему вошву Бога. Ну всё, ладно, понятно, что вы дальше прочитаете где-то, будет ответ. Александр Шевчук. Ну не надо крутить головой. Эти каноны, законы и правила были написаны людьми, которые никак не были связаны с Господом. Только Библия Богом. То есть он отрицает всё. Это уже сразу видно, что это не православный. И вот теперь смотрите, что он тут пишет, сколько мест Писания. Вот как. Будет ответ. Владимир Григорьев. Ему было отправлено видео вступления на канал Ютуб. Дальше. Игнатий Тихонович, каким образом можно доказать, что вы не вор? Почему вы ожесточены несмиренным? Ну вот как, что я не вор, ожесточен, несмиренный и дальше. Что ты? Там ты стоит, а не вы. А? Слово ты стоит, а не вы. А я сказал вы? Да. Да. Простите. Очень много обвинений. Ну давай дальше. Я могу сначала прочитать. Ну так вот у нас сначала. Считай. Игнатий Тихонович, каким образом можно доказать, что ты не вор? Да. Почему вы ожесточены несмиренным? Очень много обвинений из ваших уст. Ваши слова не наполнены любовью. Это, мне кажется, беда. Ваша деятельность важна, но в проповедях вы много внимания уделяете критике всего, на ваш взгляд, еретического, чем отталкиваете нас грешным. То есть, если ересь, я назвал ересь, то отталкиваю. Ну и что, что отталкиваю? Златоуст говорит, один останут, говорит, на истину не уступлю. А ведь Господь пришел не к праведникам, их ведь спасать не надо, а к нам, грешникам. Смягчитесь, брат, простите врагов ваших, смиритесь с правом свободного выбора каждого человека, здорового нам Господа. Пустите в сердце свою любовь. Каждый из нас сотворен по образу Божию. И атеисты, и разбойники, и праведники. И Господь не дал права судить. То есть, я сказал, что грешники будут по левой стороне, и идут в ад, отойдите, проклятые в огонь, и пишут, что это не так. Господь любит всех, никого не надо. Я знаю, ты любистый. Если он это православный, то это ясное дело, икона он сзади. Он это не знает, военно. А зачем ты военный, если ты православный? Дальше. Не дал права судить. Нельзя забыть, что первым в рай вместе с Иисусом Христом вошел именно разбойник. Ну да. Но не сразу, а после крестных страданий рядом с Господом. Простите, брат Игнатий, Божьей милости вам, любви и тепла души. На это отвечать нечего, вопроса-то нет у него. То есть, он судит, что у меня любви нет, то другое, он это не судит. А то, что я говорю по Библии, что там этого нет, он ничего не доказывает. Ну докажи, что у меня любви нет. Как ты видишь, где моя? Что я люблю Господа, это доказывает моя жизнь. Первый раз заходит, видит, и он судит, и судит, и судит. Почему? Когда говорят, не судите никого, это попы говорят, не трожьте нас, не трожьте нас. То есть, не судите. А сами судят непрерывно всех. Елена Ростопчина. Ну это у меня какие-то предки там были знатные. Спасибо, Господи. Простите, но у меня есть духовный наставник, который в своей жизни подтверждает то, чему меня учит. И у меня еще не возникло повода усомниться в его благочестии. Пожалуйста. Простите, но я взрослый человек, воспитанный из пеленок православной веры. Воспитанная. Из пеленок православной веры. И у меня на все есть свой личный опыт и пример моих предков. Ко мне пришла, ко мне зашла и доказывает, что не так. Не нравится, но и не заходи больше. Сиди с голубями, с детьми. Дальше. Дмитрий Донков. Благословите, дорогой батюшка Игнатий, родной наш пастор. Прошу вас, кроме молитв за меня, вне службы, поминать меня на литургиях. Сколько это возможно. На мое укрепление. Мне очень нужна поддержка. Верю и надеюсь на ваше заступничество и ходатайство. Немощный грешный раб Божий Дмитрий. Спаси Господи. И помогай вам Господь, подай сил, крепкость и терпение. Которые недруги, вот они слышат, которые судят меня, нет любви. Ой, вот это вот правильно говорят. А это, это подхалимы ваши. Ярослав Турцунов. Я первый раз вижу людей этих. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Смотрите, что делается. Столкнулся тут. Как вам такой оборот? Мне это написали в ответ на то, что я выложил в интернете лекцию Алексея Ильича Осипова. Вот тут. Николай Васильев пишет. Ярослав, сам же борешься с оккупантами. Так почему поддерживаешь христианских и идеологических оккупантов? РПЦ это оккупационный механизм третьего приоритета. Если звучал достаточно общая теория управления. И это лицемерие бороться с одними оккупантами и поддерживать других. Это не заговор против христианства. Это люди начинают просыпаться и включать мозги. Чего и вам желаю. Арнольд Моносян. Это все понятно. Только Ветхий Завет это укороченная Тора. И Всевышний отвернулся от евреев, когда они распяли Христа. Ну дальше прочтите книгу об Антихристе и прочее. Просто прочитайте где-то. Потом будет ответ. Пройдите по ссылке. Это здесь, даже на нашем форуме, полный ответ для вас в аудио. Любовь, секс. Вот, любовь, секс, вот как называется. Вот где. Прочитайте, что добрачные связи имеют. Ад. Елена Шишкина. Здравствуйте, уважаемый батюшка. Мне беда. Семейные проблемы. Помогите, пожалуйста. Я слово «проблемы» не употребляю. Нерешенный вопрос. Уберите это слово. Оно ничего не поясняет. Мой муж Николай, ему 36 лет. Страдает алкоголизмом. Вот уже много лет, как пришел с армии. Возможно, выпивает, тут понятно, еще один год. От пьянки, вот, чтобы сохранить семью. Будет ответ. Вот теперь еще посмотрим. Дальше. Раталья Розова. Она розовая, сама с розами. Игнат Тихонович, посмотрела информацию про ваш православный поселок. Огромное спасибо. У нас в Вологодской области, в Терапонтове, один православный человек, Симаков Александр Владимирович, предпринимает все усилия по созданию поселения, подобного вашему. Все делается по благословению. Но маловато опыта. Можно я ему дам ваш телефон, который указан на вашей страничке? Я думаю, это вообще здорово создавать такие поселения. Любому можете давать, что здесь есть. У меня тайны никакой нет. Даже разрешение не спрашивайте. Время не тратьте. Ну, а чем здесь? Это предыдущее. По телефону. По телефону. Дальше. Хасан Джумаев. Смотрю ваш разговор по скайпу с Америкой. Довольно интересно. Благодаря Иисусу Христа, 13 лет назад в Таджикистане, в возрасте 13 лет покаялся, и с тех пор тоже живу евангельской жизнью. И во всем благодарю Бога. Два с половиной года назад приехал в Россию, поступил в Новосибирский государственный университет, закончил магистратуру, теперь живу в России. Игнатий Тихонович, как вы думаете о баптистах? Каково ваше отношение? Ведь церковь это собрание верующих, так? Просто собрание верующих. Но где есть епископат, добавляйте, святых. Вы хотите сказать, что они собираются не во имя Христа? Мне кажется, как баптисты изучают слово, и какое предпочитание дают то ни православные, ни католики, так не поступают. Я говорю слово священника, который в Новосибирске говорил. Понятно, то есть, его обратили к себе сектанты, баптисты. Ну, православные работали, он бы там был. По телефону. По телефону разговаривать вредно. Что? Можно? По скайпу, по нашему, 20-0-0, разница с Москвой 3 часа, или по стационарному. Что такое секта? Вот прочитайте здесь, я даю. Что такое сектанты, секта? Вот дальше. Вот это ответ ему даю. Места писания. Вот слишком много поставлено на эту тему, и дальше. Татьяна Ерина. Игнать Тихонович, с постом, с праздником, мир и душе вашей, здравия телесного, душе спасения, батюшка. В каких случаях читать 90-й псалом 40 раз? Что интересно, у нас сегодня пахостей столько на меня вот это нашло. И считаем сразу 51-й псалом. Прочитайте его. 51-й псалом, это ответ. Ответ на этим хулителям, что они там отрезают мою голову, блудным мерзостям прислоняют. Ну, это значит, выдохлись, ничего больше нет. Еще раз напоминаю папам, смотрите, возмездие грядет вам. Вы отвечаете за всех этих, которые что это делают. Это ваша паста, ваша каноническая территория, как вы называете. У вас они окормляются, то есть отравляются вашей мерзостью. О чем там речь? В каких случаях читают 90-й псалом 40 раз? Ага, я отвечаю. Все это выдумки, вымысли человеческие. Достаточно со вниманием прочитать один раз. И далее поклоны с молитвами. Чтение Святой Библии. Еще несколько псалмов или одну славу, эскофизму или кофизму. А один-то псалом для чего? Это же колдунам нужна, у них подобная практика. Наталья Розова. Спасибо, Господи. Информацию Александру Владимировичу передала. Сегодня после 20 часов он вам перезвонит. Позвонит около 20 часов по московскому времени. Вот когда можно мне звонить, там, пожалуй, с 3 до 17. Теперь я переменил тут по Москве. С 3 до 17 по московскому времени можно позвонить и указывать где. Сначала только написать внизу под скайп. Здесь ли я, какие вопросы, зачем. Ирина Зоостровская. Спасибо вам, Игнатий, за видео. Как служится владыке Сергию. Мы по нему скучаем. За один год в нашей каменской епархии он сделал очень много. Вот этот, который сейчас у нас Сергий Иванников. Ярослав Вишневский. У нас хорошие отношения. И сейчас на него нападает вот это ходло патриархийное. Прям загрызает. Что он говорит? Отец Игнатий, помолитесь обо мне вечером. Я тоже в молитвах перед сном о вас помню. Я сейчас перехожу на другое. И дальше будет. Подожди. И мне нужно еще показать вот что. Почта. На почту тут пришло одно. Вот смотрите. О, это видео. Вот какое-то. Дядя Дрю. Дядя Дрю. Вот он где. Вчера мы поговорили с ним по скайпу. В Израиле. На горе Синае он. Вот он где. Ну и дальше прочитайте. Он много пишет о себе. Какое там есть. И дальше. Что не надо. Хотел бы быть так. Так. И Лена не пьет, не курит. Что? Где? Вот. Аматов ругается иногда. На самосаток коноплю. И с божьей помощью. А нет. А вот здесь пишет. А на меня. Вот меня пишет. Так же. Так же мы не понимаем молодые семьи, кто греется зимой в квартире, а летом стрижет газон на участке земли. Стрижет. Стрижет. Стоило мне увидеть случайным образом ваши видео на ютубе. Мне стало понятно, чего я ищу и чего именно не хватает моей семье. Больше всего меня удивил сам дед Игнатий своим житием и жизненной энергией, которую дарит. Я сразу начал мечтать научиться класть печку и обрабатывать землю, пока еще есть время. Удивили мужики из деревни. Игорь, трудоспособность и образованность братьев и сестер, наличие храма из хозяйства. Ну вчера мы поговорили, это уже увидите. Видите как. Человек с Идраиля первый раз пришел. И уже дальше устанавливается у нас разговор. Есть. Так. Это мне нужно вот это вот. Дальше что? Руслан Мамедов, Челябинск. Игнатий, прости за резкость, но ходят всякие слухи о вас. Скажите, вы верное чадо Русской Православной Церкви Московского Патриархата? Ваш Патриарх Кирилл? Нет, конечно, нет. То есть мы за них молимся и все. Мы относимся к РПЦЗ, там основаны, ни одного дня там не были. Ну после основания общины. Павел Денисов, Тула. Игнатий Тихонович, слышали про дома из соломы? О, вот он дома из соломы, вот она есть построила-то. Любит менять свою фотографию. Хороший, простой парень, но священника с одного места на другое, говорит, кидают и он не знает, что делать дальше ему. Дальше. Сергей Дудин, Санкт-Петербург. Это другой Сергей Дудин. Игнатий Тихонович, а можно ли мне ознакомиться с уставом вашего лагеря и общины? Он с детьми занимается. При нашем разговоре вы сказали, устав выше меня. Я уже пару месяцев как хочу сделать устав фонда таким образом, чтобы устав был выше всех и все подчинялись только уставу, но не знаю, как это сделать. Заказал юристам, жду, но ответа нет. С уважением, Дудин Сергей. Ну я ему дал, все это есть. О церковной дисциплине. Вот показывай, какой устав. Вот у нас в церкви висит. Просчитайте. В церкви висит. Заходишь и сразу, ну, в коридоре. Вот они какие правила. Считайте. Это должны все соблюдать. Это правила церковные. Теперь об оглашенных. Что такое оглашенное? Еще. Видите, он вопрос задал, вопрос задал. А сколько работы над этим? И вот то, что я даю, это ниоткуда не взято. Это наше. Берите у себя. Архимандриты там приезжают, фотографируют. Какие порядки. Ни один еще не мог сделать этого. Они даже не понимают, сколько труда здесь. Вот оно где. А вот устав. Смотрите. Общественная организация Деревенская община. Вот. Прочитайте его. Это время. Ну, просто считать некогда. Я показываю. Считайте. Вот он. Это устав. Его надо было составить. Он юридически. Он в краевом отделе юстиции. Володя, я пошла. Давайте эти юристы составляют. Смотрите, какой устав. Все абсолютно известно. Вот оно где. Правила поведения устав жителей деревни. Алтайского края. Вот считайте, кто в деревню думает ехать. Прочитайте один раз. Дальше. Продвигаем. Уставы деревенские, лагерные. Вот оно где. Дальше. Кто в деревню должен соблюдать, это про устав этот. Дальше. Сорковная. 16 правил. Здесь 40 пунктов. Устав религиозной организации и учреждений. Это религиозные какие? Для общины нашей. Посмотрите, что подходит. Кто думает сделать? А с нуля. С нуля община, с нуля деревня. Просто затормозить и можно читать, и снимать, и перепечатать. А кто пожелает копию дать отсюда, то можно в электронном виде дать. Смотрите. Приятного debut. Приятного аппетита. Продолжение следует. Это лагерь Стан. Какие правила? Вот смотрите, спрашивают лагерь вот так. Пожалуйста, подробно. Вот это же благословение архиерейское какое. Наталья Насреддинова. Вот она, что она пишет? Игнат Тихонович, подскажите, пожалуйста, а каким святым лучше всего молиться, чтобы отношения счастливо сложились между мужчиной и женщиной? Вот для чего нужен. Потому что пока нет возможности развивать отношения, мужчина по работе постоянно в перелетах, в других городах, и не видимся практически очень редко. Я вот сама прошу Господа, Богородицу, Матронушку, в общем, как душа попросит. Или, может, в таком случае заказывают об умножении любви? Подскажите, пожалуйста, и если можно, благословите Наталью и Владимира. К батюшкам обратитесь, они это хорошо знают, Наташа. К батюшкам, к батюшкам. Я отвечаю. Вот он, ответ мой. Матфей, шестрестре, ищите прежде всего Царствие Божие. Потом прочитает. И дальше. Оля Волошина. Игнат Тихонович, как вести себя с теми, кто грешит? У меня на работе завели разговор об абортах. А когда я сказал, что это является убийством, они стали враждебны. Сказали, чтобы я не навязывал своего мнения. Вот мнение, свобода там на меня нападал. Ну, в любом месте. Обязательно будут враги. Нет, у вас злость. Вы говорите не так. У нас дед-бабки верили, всегда в карты играли. Все на этом сегодня. Благословен Господь. По славу Божию. Благословен Господь.